Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы смотрите ток-шоу Грань на Томикен Бизнес. Меня зовут Диас Иркинов. Поговорим сегодня о том, что в Казахстане планируют снизить процентную ставку по потребительским кредитам. И у нас на прямой связи Андрей Чеботарев, финансовый аналитик, автор телеграм-канала FinanceKZ. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. И Галамжан Айтказин, экономист, автор телеграм-канала Тингеномика. Здравствуйте, Галамжан. Добрый день. Такие у нас авторы телеграм-канала сегодня в гостях на прямой связи. И хотелось бы с вами, коллеги, поговорить насчет вот этой вот новости, то, что агентство по регулированию и развитию финансового рынка планирует снизить процентные ставки по потребительским кредитам. В целом, как это повлияет на простого гражданина? Давайте сразу с главного, да, все-таки. Любое решение должно как-то отражаться на простом рядовом гражданине. Андрей, на ваш взгляд, отразится ли это? Ну, во-первых, снижают не процентные ставки, а предельную процентную ставку. Сейчас в Казахстане из-за того, что наши регуляторы власти считают, что банки у нас слишком наглые, жадные, люди слишком глупые, готовые брать кредиты и по 156 процентов, ограничена предельная ставка. Банки не могут взять больше, чем 56 процентов с этого кредита годовым. Соответственно, нельзя взять потреб под 75 процентов или под 80 процентов, 56 предел. И вот уже несколько лет обсуждается снижение этой предельной ставки. Когда она принималась, у нас была высокая инфляция, высокая базовая ставка, тогда это было оправдано. Сейчас многим кажется, что можно бы понизить предельную ставку, больше которой банк накручивать не может. На самом деле на большинстве потребов это не отразится, у нас половина потребов это вообще беспроцентные рассрочки. У них как бы ставка ноль условная. То есть да, понятно, что это тоже кредит, по МФСО это кредит, это потребзайм и так далее, но тем не менее ставка у него ноль. Если ты не пропускаешь платежи, ты ничего не переплачиваешь. Там проценты лежат в цене, но это совсем другая история. Это может отразиться на части автокредитов, причем автокредитов, которые берутся в МФО, не в банках, и на части потребзаймов, которые совсем для людей, у которых высокая степень риска. То есть нет каких-то официальных доходов, нет какого подтверждения доходов, которых кредитовали под вот эти вот 56 процентов. Для них кредиты будут типа дешевле. Но я считаю, что отчасти банки начнут больше отказывать. То есть если придет человек, которого сейчас кредитовали под 56 без официальных доходов, без отчисления в ЕНПФ, скажет там хочу кредит, ему возможно, когда ставка максимальная будет 40, модель банка покажет, что лучше бы ему отказать. Потому что при 56 мы там отобьемся, даже если он не вернет, у нас еще 100 таких стоят, да, они вернут. А при 40, может, мы не отобьемся. Поэтому один из побочных эффектов может быть то, что начнется больше отказов. Кроме этого, агентство же рассматривало еще и запрет использования вторичных признаков для кредитования. То есть сейчас там около, не помню, 18 признаков, по которым ты можешь скорить клиента, и официальное пенсионное отчисление только один из них. То есть их можно учитывать, а можно нет. И у нас в стране, я напомню, есть уникальная ситуация. У нас 2,5 миллиона самозанятых людей, которые непонятно где работают, непонятно чем занимаются. У них нет отчислений в пенсионный фонд, но у них есть какие-то обороты по картам. И вот раньше их можно было кредитовать. Если будет принято решение, что кредитовать можно только тех, кто получает официальный доход, то эти 2,5 миллиона вообще лишатся возможности получать беззалоговые займы. И это грустно, плохо и не очень правильно я считаю. Интересно. Галамжан, вы согласны, вам есть что добавить? Во многом, да, во многом в целом с Андреем согласен. Более того, вообще в целом сама концепция ГСВ, предельный ГСВ по беззалоговым потребительским кредитам, она на самом деле тоже достаточно спорная, поскольку ситуация такая получилась с этой предельной ставкой 56%. Ее один раз установили, видимо забыли на нее дальше смотреть и менять что-либо. Поскольку лично, на мой взгляд, понятно, что основополагающим там идет кейс, когда, например, 56% выдаются только в том случае, когда идет самый высокий риск. То есть считается, что выше этого ты не можешь, во-первых, выдавать, а, соответственно, 56% у тебя берется как самый рискованный кейс кредитования. Но, например, если вы взгляните в целом сейчас, да, до этого, ну, очень сложно встретить подобную процентную ставку. Это вот, как Андрей правильно сказал, в некоторых случаях это вот автокредитование или там какие-то прям такие кейсы, когда банку крайне рискованно выдавать какому-то заемщику, он ему просто выставляет предельным ГСВ. Но с точки зрения регуляции это, наверное, не совсем правильно, потому что, ну, как бы РФРР это тоже признает, почему сейчас идут попытки. Причем эти попытки идут уже не первый год, а уже который год пытаются продавить это решение, чтобы снизить, да, вот эту предельную ставку. Но было такое, наверное, встречное, встреча отторжений со стороны банковского сектора, которые, понятно, есть банковская лобби, которая не дает продавить это решение. Но в целом там, я считаю, что должна быть прозрачная, понятная формула, от которой считается это принято, если мы ее оставляем, да. Но, по идее, здесь тоже немного согласен с Андреем, который ранее высказывал мнение, что, по идее, такого потолка быть не должно. Но, с другой стороны, мы понимаем, что в Казахстане, наверное, наличие такого потолка может как-то немного успокаивать в целом всех заемщиков. Но, в целом, ставка должна определяться рынком по той части, что у нас, во-первых, есть базовая ставка, да, которая определяет уровень кредитов, да, депозитов, так скажем, рыночная стоимость денег, плюс к которому уже присоединяются какие-то прочие конкретные, присущие конкретному заемщику риски. Соответственно, добавляется еще процентная ставка сверху. И мы, в конце концов, получаем ту процентную ставку, которую в итоге выдает банк уже конкретному заемщику с учетом его скоринга и с учетом его риск-профиля. Поэтому, когда у нас в течение десятилетий или несколько лет подряд не меняется предельная ставка, это выглядит как минимум странным и создает много очень вопросов к регулятору. То есть это как вообще работает? Базовая ставка станет, не знаю, 25% продолжится, это 56%. Или, например, базовая ставка завтра, не знаю, через год там будет 15% или 10%, то как 56% оправдывается в данном случае? То есть тоже я считаю, что вопрос, в принципе, правильно поднимает, но нужно полностью вот этот механизм пересмотреть. Если даже мы его оставляем, то тогда должна быть предельная четкая формула, которая говорит, есть вот эта ставка, она считается так, так, так и меняется с года в год. То есть, по крайней мере, в такой редакции еще можно как бы оставить. Но я еще раз добавлю, что, ну, Андрей тоже правильно здесь мысль говорит, я с ним абсолютно согласен. У нас как депозиты, так и кредиты должны диктоваться уже, наверное, рыночными процессами, а не так, что ты диктуешь, да, рынку, вот какая ставка будет для кредитования или для депозита. Но это для Казахстана, который хочет стать рыночной экономикой, это абсолютно недопустимо. А правильно я понимаю, что... Да, Андрей, конечно. Если можно. Я бы добавил еще мысль закончить. Почему это опасно, диктовать предельные ставки для депозитов и для кредитов? Потому что сейчас, ну, вроде как у нас там более-менее понятный регулятор, отвечающий там рынку и так далее. Но всегда есть шанс, что к власти придет какой-нибудь популист, который скажет там... У нас есть такие депутаты, которые скажут, жадные банкиры, поставим ставку 5% и не больше. Вон, в Европе есть кредиты и ипотека по 5%, а у нас чего 16%? Будет 5%, а базовая там 15% сейчас, да, 14-75%. И в этом случае получится коллапс всей финансовой системы. Сам этот рычаг, сам инструмент, он имеет изъяны в том случае, если им пользоваться неправильно. С другой стороны, рыночная экономика, она регулирует это все сама. Какой банк хочет больше привлечь кредитов, он ставит меньшую ставку. Он получит меньшую прибыль, но получит больше клиентов. То же самое по депозитам. И, кстати, по депозитам в этом году уже есть позитивные изменения. Казахстанский фонд гарантирования депозитов применяет новую формулу без предельных ставок, и банки сами решают, какая ставка должна быть. Это прекрасный ход на самом деле. Респект и КПГД, и банков. Я так понимаю, что если какой-нибудь депутат предложит сделать ставку по кредитам 5%, при базовой ставке 15%, то у нас просто-напросто банки все закроются. Они не смогут выплачивать. Да, что прям радикальный кейс. То есть просто Андрей использует этот пример, чтобы показать, насколько этот сам механизм предельной ставки абсурден. То есть придет реально, нету никакой здесь, во-первых, преемственности и того, что система сама себя регулирует, и зависит больше от исполнителей. Это вот как раз-таки одна из больших проблем в целом нашей экономики, и не только в банковском секторе, да и во многих других, где в системе не даны какие-то конкретные формулы или расчеты, а приходит какой-то человек и говорит, вот будет так, будет столько, будет этакого. И это тоже тут сильно нарушает иночные процессы. По наитию действует? Вот, ну, абсолютно. А правильно ли я понимаю, что вы предлагаете, как один из вариантов, регулировать предельную ставку по кредитам с помощью базовой ставки, чтобы она плавала и зависела от базовой ставки, точно так же, как у нас сейчас, в принципе, ГСВ работает? Да, да, это то, что я высказывал. Это, в принципе, я считаю, что достаточно логичная вещь, потому что, как-никак, базовая ставка, она и призвана определять, скажем, в целом, обширную стоимость денег в экономике. Соответственно, когда она меняется, то и прочие показатели, от нее зависящие, должны, в принципе, также в таком же направлении двигаться. И единственный вопрос, конечно, в том, что всегда еще меняется уровень риск-профиля конкретных заемщиков, и для них тоже будет все это время плавать, да, ставка. И как бы это, я считаю, что это достаточно нормальный процесс, где есть, по крайней мере, предсказуемость какая-то, понятность и прозрачность, потому что, когда ты просто выставляешь одну ставку и говоришь, что она будет у тебя всегда предельной в течение 10 лет, то я считаю, что это, ну, как минимум неправильно с точки зрения рыночной экономики. А вот помимо, да, вот эти вот предельные ставки кредитования, да, какие еще есть у государства инструменты для регулирования финансового рынка? Ну, здесь давайте я добавлю. Вообще, в целом, у регулирования банковского сектора, конечно, очень много. Ну, есть очень достаточно много инструментов, и это, в первую очередь, макропруденциальные нормативы. То есть, когда банкам, там, да, финансовым институтам регулятор выставляет обязательные требования о формировании резервов, там, да, для того, чтобы, как бы, покрывать свои возможные убытки. Это, наверное, один из самых ключевых инструментов, который используется во всем мире для регулирования банковского сектора. И, например, недаром, там, недавно, точнее, вот даже в прошлом году, Национальный банк впервые заговорил о внедрении, да, там, контр-циклического буфера капитала для конкретного сектора. Например, у нас в последние годы очень много разговоров идет относительно перегрева, да, в потребительском кредитовании. Вот, и как раз, вот я хочу для примера показать, что одним из инструментов является это формирование дополнительных резервов. То есть, когда на каждой выдаваемой, там, там, тенге, да, сформируются определенные провизии, которые, ну, защищают банк и, соответственно, весь финансовый сектор от какого-то стресса, так скажем. И, ну, как бы это работает во всем мире. Вот, конечно, вопрос стоит в целесообразности. Нужно очень внимательно отслеживать показатели, особенно, что касается просекторам, например. Если мы видим, да, что в течение продолжительного периода у нас идет перегрев определенного сектора, да, кредитования, то, конечно же, регулятор может выступить, это сказать, ну, ребята давать больше провизий для того, чтобы обезопаситься. Иначе завтра это может привести, там, к дефолтам в определенных секторах. Ну, отличный пример был, хорошо приведу здесь. В прошлом году, 22-м, а, в 22-м году, точнее, у нас произошла в середине года произошла большая проблема по микрофинансам организаций, которая привела к тому, потому что государство списало некоторым людям, да, кредиты по МФОшкам. И в итоге провели это все через скрытый дефолт, когда эти займы остались, но они были погашены за счет МФОшек, ну, или за счет государства. То есть это вот такой, наверное, кейс, именно показывающий, что плохая регуляция или недостаточно супервайзинг определенных рисков, да, в финансовом секторе, оно может привести вот к таким печальным последствиям. И достаточно даже показать, что решение государства по списанию кредитов еще в 2019 году, когда президент Тукаев приходил к власти, недавно вот глава РФРР высказывал, что те же люди, которым списали кредиты, они вновь залезли в долги, то есть залезли опять кредиты и идут на дефолт. То есть не такое решение мы должны предоставлять, а именно системное решение, которое не позволяет ни игрокам сектора, да, ни заемщикам попадаться в такие ситуации, в конце концов. Поэтому я думаю, что здесь нужно в первую очередь не только винить, да, как говорится у нас, в первую очередь говорят, насколько жадны банки, насколько кредитуют под высокий процент ставки, а именно смотреть это все в большой картине и обращать внимание на регуляцию тоже. Ну и здесь, наверное, нужно еще, ну, как бы защищая тех заемщиков, да, все-таки я устану на их сторону немножко, чтобы какое-то сопротивление дать, все-таки, наверное, МФО и банки должны тоже как-то проводить беседу, да, со своими заемщиками и узнавать, ну, допустим, чтобы они приходили и говорили, извините, я не могу столько выплачивать, давайте, может, как-то сделаем перерасчет или еще что-нибудь. Такие механизмы у нас есть? Ну, инструмент реструктуризации, в принципе, он как бы до этого был, но вот, как вы знаете, недавно в Казахстане ввели закон о банкротстве уже физических лиц. Я думаю, Андрей, ты вот здесь, в принципе, можешь пободробнее рассказать, но суть в целом в том, что такая инициатива уже появилась, появился целый закон. Конечно, есть вопросы к закону, насколько он пока что эффективно или неэффективно работает, но во всем мире такие инструменты есть, в Казахстане в том числе уже начали внедрять для того, чтобы человек, который попал в кредитную кабылу, он мог без ущерба для своей жизни как-то вылезти из этой ситуации. Понятно, что это будет тернистый путь, но все же он есть. Андрей, вам есть что добавить? Да, мне есть что добавить в плане защиты заемщиков, когда было списание, на самом деле, вот то большое списание от президента, на самом деле, там же не спрашивали заемщиков, хотите вы, чтобы вам списывали или нет. Поэтому сейчас их обвинять, что они набрали новых кредитов, достаточно сложно, так как это были, ну, я помню пример списания зампреда Атамикена, который просто попал по критериям, и он говорил, что я хочу вернуть обратно, я готов платить, не надо мне списывать, я платежеспособный. Просто тогда была тут немного другая акция. Поэтому тех людей обвинять в том, что они набрали новые кредиты странно, им списали, не спросив у них, логично, что они возьмут еще, а вдруг спишут еще. А что касается, да, общения банка и так далее, но здесь я хочу сказать, что я там, ну, то есть какое-то, количество кейсов видел, у нас, к сожалению, хороши все, и заемщики, и кредиторы. Потому что у нас заемщик, когда не может платить, многие заемщики, не все, будем откровенны, но многие заемщики, они начинают теряться, выключать, теряться, я не, я там потерялся, я не могу, почему-то, ну, то есть, стыдно, страшно прийти, сказать, извините, я потерял работу, еще новую, пока платить не могу, хотя это нормально. И, кстати, именно на этом этапе очень многие на законе о банкротстве и попадались. В законе о банкротстве четко написано, что ты можешь идти на банкротство, только если ты не нашел путей решения реструктуризации с твоим кредитором. Там прямо так и написано, ты должен ему писать письма, если кредитор тебе не ответил или ответил, типа, иди ты куда-нибудь, да, врагой наш, мы ничего тебе делать и реструктуризировать не будем, тогда ты имеешь право на банкротство. Но очень многие, как оказалось, кто их спрашивали, у них долги 5-7 лет, а вы писали что-то, вы говорили, а вы предлагали? Нет, а зачем? Ну я же должен. Но и, к слову, кредиторы тоже. Я знаю очень много примеров, обычно этим страдают не крупные банки, а вот МФОшки как раз, которые в нарушении законов начинают там обхванивать родственников, запугивать и так далее, не идут навстречу. И даже на прошлой неделе был очень интересный пример, я за него хвалил наше агентство, они сказали, что они будут заставлять МФО идти навстречу и общаться со своими клиентами, руководителями, ну и тех, кто должен урегулировать эту ситуацию. Это прекрасно, хотя они должны это делать и так, и без приказа агентства. Но прекрасно, что агентство этим озаботилось, и видит, знает, нам просто нужно найти, чтобы эти люди там где-то встретились друг с другом. Поэтому все эти инструменты, они сейчас есть, и вообще логика какая? Логика нормального и банкинга, и кредитора, она в чем? Лучше я хоть что-то буду с этого человека получать, чем вообще ничего. Если кто-то думает, что у банка есть мечта забрать его за логовый автомобиль или квартиру, чтобы продать, я вам скажу, что у банка нет такой мечты. Им это не нужно, это не профильная деятельность, им это нужно принять на баланс, потом продать кому-то. Им это не нужно. Им это больше телодвижения. Конечно, какие-нибудь коррупционные схемы, там, конечно, да. Но им не нужно это все, им нужно от вас получить поток денег, поток кэша, который вы им даете, чтобы этим кэшом отдавать депозиты другим людям. И им важнее, чтобы вы хоть что-то платили. Они будут идти вам навстречу, если вы с ними нормально общаетесь. Если, опять же, и вы адекватны, и там адекватны. Если нет, мой совет всегда идти на агентство, там есть департамент защиты прав потребителей, он занимается такими вопросами. А неужели в каждом регионе есть представители агентства, по регулированию и развитию? Это же госорган. Во-первых, есть центральные, можно описать, а это как и госорган, они в каждом регионе решают эти вопросы. И, кстати, если вам тоже отказали незаконно в кредите, есть очень грустные примеры. Мне вот такой человек лично писал, он инвалид, у него как бы видно по ИИНу, что он инвалид, но он работает, у него есть отчисления, он нормальный, но ему отказывают все. Банк не хочет связываться, это некрасиво, но ему не имеют права отказываться, он обжаловал это, ему дали кредит. Агентство занимается этим. Незаконный отказ в предоставлении кредита. Банк не может по своему решению сказать, я вот тебе не дам, просто так, ты мне не очень нравишься, ты инвалид или что-то еще, я не очень верю в тебя, я не дам кредит. Если человек исполняет все нормы, которые у него есть для получения кредита, он должен его получить. Я просто к чему спрашиваю, то, что в каждом регионе есть представитель АРФР, потому что все-таки у нас граждане не всегда знают, где у нас Аким находится, Акимат и так далее, какие-то такие структуры, к сожалению, все-таки это должно где-то публиковаться и так далее. Время интернета ЭЦП, ЕУТНИШ, электронная почта и телефоны. ЕУТНИШ, кстати, работает лучше всего, потому что там есть сроки и за неисполнение сроков любой госорган, который там указан, он несет такую большую ответственность, поэтому любой вопрос, если в конце концов вы в крайность попадаете и не можете никак решить вопрос, просто берешь ЕУТНИШ, подписываешься на ЭЦП, пишешь все там необходимо, проблематику, все-все-все. И в любом случае с тобой кто-то свяжется, потому что там это прям КПА большой стоит у любого госоргана и он несет там чуть ли не там до увольнения это ведет. Поэтому это хороший инструмент, которым, я думаю, некоторые, может, не знают, как правильно пользоваться, но это очень сильный инструмент. Но здесь я с вами согласен, потому что все-таки мы, я как журналист сам часто пользуюсь этой услугой и действительно там в течение двух недель должны, точнее, обязаны ответить, иначе последуют какие-то санкции штрафные в адрес того или иного госоргана. Но... Просто ты с этим без ответа можешь просто пойти в суд и подать в суд на... Там прямо сразу можно прямо из этого привозить. Да, из этого в суд можно. Поэтому никакой госорган не допустит до этого. То есть это никому не нужно. И не бойтесь, я мой еще такой просто личный совет, не бойтесь поддавать в суд, если вам неправильно начислили налоги, если вас где-то обманули. Это не страшно, это нормально. И гражданское общество именно так и строит. Ну давайте вернемся к теме снижения ставок по потребительским кредитам. Хотелось бы узнать все-таки международный опыт. В какой стране и где также есть предельные ставки по потребительским кредитам? И есть ли они вообще? Или Казахстан единственное такое государство, где применяют подобное регулирование? Мне кажется, на постсоветском пространстве есть, но опять же, да, есть там предельные, в России точно есть предельные нормы по доходам нельзя давать больше, чем у нас 50% под совокупного дохода, у них 80 и 75 в разных случаях. Но в развитых странах предельных ставок нет. Все это регулирует просто рынок. Если какой-то банк хочет привлечь в свой судный портфель, у него, например, много депозитов, ему надо подработать, он опускает ставку, и люди идут туда, потому что видят более низкую ставку. Какому-то банку не очень нужны новые заемщики, он держит ставку высокую. И это чисто рыночный процесс, который самому менеджменту банка позволяет видеть свои бизнес-процессы, понимать, что им нужно, что им не нужно, и выставлять эти все ставки так, чтобы либо привлекать нужных клиентов, либо наоборот, сейчас у них проблемы с ликвидностью, например, им не нужны новые заемщики, им лучше бы депозитариев привлечь, и так далее. То есть, это чисто рыночный механизм, он обусловлен рынком, но особо нигде его не спускают сверху. Мне кажется, как я в самом начале сказал, у нас он обеспечен тем, что все не очень друг другу верят. Люди не очень верят банкам, потому что банки действительно могут жадничать, обманывать, ну не банки, скажем так, не только банки, МФО, кредиторы, все вот эти вот, и не без причин, потому что у нас был дикий запад, когда у нас были МФО, которые кредитовали по 300%, когда это все было не регулируемо совсем, и люди это полно, и собственно сами люди они тоже не очень разборчивые, то есть окей, новый айфончик вышел, сколько кредит, 150%, дай бог 150, отлично, возьму по 150, многие просто не умеют считать, не умеют считать ставку, не умеют считать сколько им это стоит и не понимают, а им дают деньги, они берут, и в итоге вот из-за такого недоверия как бы и кредитора заемщику, и заемщика кредитору выходит арбитр в виде государства и говорит, нет, вы жадны, но вашу жадность мы ограничим, вот так у нас и получилось, мне кажется это основной посыл, как только люди будут более грамотны, люди будут более финансово грамотны, эти ставки можно будет убрать. А когда это произойдет? Надеюсь, при нашей жизни. Хочется верить, ну то есть люди в взрослом поколении обучаются очень плохо, но посмотрите на наших детей, они гораздо более финансово грамотные, культурные, и даже вот недавно был очень интересный срез по кредитам, был огромный исследовательская работа агентства, они проводили исследование, кто как кредиты получает, и собственно лучшие сейчас заемщики это миллиналы, то есть мы с вами, которых там до пяти кредитов может быть, а вот у поколения среднее количество кредитов меньше, и суммы кредитов меньше, они меньше подвержены, то есть вот этому, ну можно предположить, что они более осознанно подходят к вопросу потребления, это хорошо. еще раз хочу добавить, что это директивная форма регуляции, когда ты выставляешь, когда ты говоришь рынку, сколько что будет максимально, потому что на зарубежных рынках такого понятия в целом не существует, потому что там помимо того, что ты во-первых будешь никак не конкурентоспособен в условиях конкуренции, когда есть очень много финансовых институтов, которые готовы предоставить тебе более выгодные условия. Как бы это одно, но другое, что само государство в лице США или в Европе никто никогда не говорит тебе, что ты должен кредитовать не больше этого процента. Как Андрей пояснил, это у нас Казахстан сделано для обезопасивания наверное больше. И тот же кейс с Инфошкин также показал. В один момент я помню, люди обращались в суд даже для того, чтобы отвоевать выплачены какие-то проценты, потому что государство в один момент решило, что оказывается они платят чересчур много и вообще в целом не обращали на это внимания. Но здесь еще раз расскажу, что движение в рыночной экономике это не только то, как люди между собой смотрят, доверяют, не доверяют, но это и отношение, какое отношение государство выстраивает отношение в целом сектора и рынка, то такое оно будет и у остальных пример тоже подается. И в завершение коротко давайте для зрителей еще напомним, как считается ГСВ, все-таки есть процентная ставка по кредитам, еще отдельно есть в копках ГСВ, от и немножко выше проценты. Хотелось бы такой небольшой ликбез провести, как считается ГСВ, от чего он считается, почему он такой высокий в Казахстане? Вы имеете ввиду саму кредитную ставку или про эффективную ставку? Про эффективную ставку. Эффективная ставка от номинальной обычно отличается тем, что там разница в капитализации, как правило, ГСВ всегда выше, но если вы про сам процент, почему он такой в Казахстане высокий, вы про 56 имеете ввиду вопрос? Нет, допустим, сейчас у нас базовая ставка 14,75, но все равно ставки в банках или в МФО выше 20. Я как говорил, смотрите, есть понятие базовое, к этой базовой уже добавляется сверху проценты, это уже зависимо от риска профиля. То есть, если, например, вы в определенном возрастном сегменте или, например, вы показываете достаточно дохода, что вы можете выплачивать, обслуживать этот кредит, или, например, у вас положительная кредитная история. То есть, как Андрей говорил, там очень много признаков, из которого строится скоринг, и у каждого заемщика, как правило, он индивидуально рассчитывается. Поэтому, но в целом, в среднем, да, он всегда выше, поскольку, понятно, что никто по базовой ставке тебя кредитовать не будет, поскольку это ставка, по которой там идет, выдаются деньги у национального банка, да, банка второго уровня, а просто они дальше уже репетируют эти деньги. И понятно, что помимо той ставки, которую они платят, есть еще ставка, которая, получается, их маржа. И учитывается, они в эту маржу все садятся, и риски, которые имеют при предоставлении тебе денег этих. Поэтому, любая процентная ставка, ну, всегда, да, понятно, выше базовой. И у нас она исторически, да, ну, в последние годы там всегда выше 20%, иногда 30%. У некоторых определенную заявку она может доходить вот 35-40% даже может быть. И здесь больше, наверное, риск профайла роляет, и он очень важен при формировании этой ставки. То есть у каждого банка есть свой кредитный скоринг, который говорит тебе, вот ты пришел, подал заявку на кредит, например, если у тебя есть доходы, там, где залог может какой-то приставить, соответственно, эта ставка всегда тоже будет меняться. Ну что ж, спасибо большое. Да, Андрей? В идеальной системе, в идеальной системе ГСВ, она персональна. Пришли вы, у которых, которые платят ипотеку, всегда у вас все в порядке, хороший запас по доходам, вам может ставку сделать банк ниже, тем более, если вы давно клиент его. Пришел человек с улицы, которого просто там есть какие-то обороты, что-то еще, ему будет выше, потому что риски выше. Всегда банк оценивает вас, скоринг, он дает вам оценку, скоринг, это, ну, как бы, по-английски оценка ваша, он оценивает вас, сколько вам сделать ставку. А вопрос, кажется, у вас был про разницу между номинальной и эффективной. Эффективная включает в себя все платежи, которые есть, кроме номинальной ставки, то есть вознаграждение, допустим, если это кредит из платы за вознаграждение, то ГСВ будет включать ее, если там страховка включена, ГСВ может включать на страховку тоже. Поэтому ГСВ обычно всегда выше, но так как у нас почти все платежи сведены к минимуму, у нас нет там комиссии за организацию кредита почти нигде сейчас, то и ГСВ не сильно отличается от номинальной ставки. Ну, почти везде, да, есть банки, которые этим болеют. Ну, что ж, спасибо большое, Андрей, спасибо большое, Галамжан, за то, что поговорили на такую тему. Мне кажется, важно разъяснять к казахстанцам, что такое процентная ставка, предельная процентная ставка, повышать финансовую грамотность наших граждан, потому что, ну, действительно, бывают случаи, когда из-за незнания закона, да, люди попадают просто-напросто на огромные проценты, да, или еще на какие-нибудь ужасные вещи. Спасибо вам большое, очень здорово побеседовали. Уважаемые зрители, я напомню, вы смотрели ток-шоу Грайн на Томикен Бизнес. Всего доброго, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин